Спонсор программы компания электроцентра наладка Дорогого интернет-товозрителя отформатированными смыслами Полная деградация, растление, алкоголизация и абсолютная безнравственность безраздельно влавствовали на минувшей неделе над нашей тут гримпинской трясиной Неудивительно, что россияне, к которым подключен интернет и или не подключены источники денег на отпускные и прочие радости с необычайным душевным подъемом вовлеклись в мировое радужное явление Сезон сейчас летний, сиестовый Программы каникулярной подпитки знаниями заложены в каждом советском человеке еще списками литературы на лето предприменную попытку пропаганды дополнительных познаний в форм-факторе курсовая по такому многогранному явлению, как радуга Если иногда вспоминать школьные предметы полезны, то из курса естественных наук вспоминается, что чем сильнее бьют и прикрывают, тем больше крепчает желание противостоять Ну и, само собой, стаканчик запретного Поработав с источниками, разбираемся сегодня действия каких объективных законов, как всегда неуклюже законодательно, нам пытаются запретить на отдельно взятой территории В каких-то тонких вопросах с помощью экспертов программы Гости в студии сегодня Анастасия Лухминская, журналист Вадим Михайлен, антрополог, культуролог и переводчик Профессор из ГУ имени Чернышевского Кандидат в филологических наук, литературовед, доктор философских наук Наша программа в очередной раз не смогла пройти мимо актуальной темы, окрасившей все социальные сети в радужные цвета И для сегодняшней беседы в студию мы пригласили проверенных программами и временем экспертов Поскольку тема такая сложная Есть ли ощущение, что с этим решением Верховного суда США вдруг весь мир оказался на каком-то уровне, на какой-то платформе И перед глазами раскрывается буквально пейзаж нового дивного мира Поменяет это как-то все настройки вселенной нашей, нашего шарика Земля На жизнь жителей США это, разумеется, окажет очень большое влияние Но вот какое-то влияние окажет за его пределами, я не берусь судить Только одна новость оказала такое влияние на все выходные, которые россияне проводили социальными сетями Буквально все побросали свои дела и занялись обсуждением этой темы, что опять происходит в США Конечно же, это, наверное, как-то меняет нашу жизнь Но это скорее новая настройка Фейсбука, точнее, возможности опции повлияла таким образом Если бы Фейсбук не сделал вот эту вот маленькую ссылку, где можно в один клик покрасить себя в шесть цветов То, я думаю, это никоим образом не всколыхнуло бы настолько Так на что купился наш народ? На то, что это новое развлечение? Вот так вот раскрасить свою аватарку в какой-то прекрасный фильтр? Или все-таки захотели включиться в события, в мировой процесс как-то себя на одну ступень? Ну, медийный повод очередной, да Масса агентов, которые заинтересованы в том, чтобы его поюзать, этот повод И эти агенты, они не только там, не знаю, новостные агентства или газеты, или там сетевые издания какие-то Это люди, которые следят за тем, кто что пишет, кто что делает в Фейсбуке В общем-то, поляризация давно уже началась Она даже не одна поляризация, там 22 полюса, которые там более-менее тяготеют к двум-трем полям основным И поскольку здесь линия разграничения достаточно четкая на агентов с одной стороны, а агентов с другой стороны Там, условно говоря, какое-то либеральное крыло и условно говоря, каких-то там традиционалистов Ну, при всех вот кавычках, да, которые в ту и в другую сторону Достаточно четко ориентированы, вот и получилось шурум-бурум так Ну, в данном случае здесь важнее было себя как-то продемонстрировать в каком-то лагере Или все-таки в очередной раз эту, ну, скажем так, больную тему для нашего общества Если у нас приняты законы какие-то, которые запрещают... Есть несколько клоунов, да, которые активно педалируют эту тему там И пытаются поднимать в себе какие-то рейтинги Хотя я не знаю, насколько в нашей стране важны рейтинги Ну, в том смысле, в котором они могут быть важны, там, в Штатах или во Франции, там, или в Англии, да Здесь политическая пыль немножко по-другому устроена, да И вот, ну, клоун должен быть, он должен, как бы, выходить между номерами, да Это должен быть страшным Да, он должен быть разноцветным, да И вот как господин Милонов, да Ну, там, не знаю, вряд ли... Нет, то, что общество достаточно там давно и достаточно четко там ориентировано на то, То, что называется, там, традиционалистским восприятием семьи, там, ценностей и так далее По крайней мере, принято так считать, потому что на самом деле все это не так На самом деле все это совсем не так, да И... но есть медийный имидж, есть, там, пропаганда, да И есть удачно совпавшие какие-то модельки, ну, скажем, российское общество в значительной степени восприняло наследие криминальной культуры советских времен В криминальной культуре советских времен любые гомосексуальные практики были стигматизированы достаточно жестко, да И, в общем-то, воспоминания, там, об уличном детстве, в котором словосочетания, там, типа, козел или пидор, да Они являются оскорблениями, там, не знаю, высшего достоинства, за которые положено отвечать и так далее, и так далее Они есть, там, у значительной части электората, да Поэтому, в общем-то, работать вот на эту систему восприятия удобно, приятно, вызывает отзыв, да Одно дело, когда у нас в обществе боятся вот этих вот проявлений в связи с тем, упомянутыми культурными какими-то годами или практиками Вот эту вот тему доминирования самцов, да, да, своеобразного А почему все переносится на все ЛГБТ-сообщество, то есть, мы видим выступления, репортажи, когда пытаются провести какие-то свои митинги, демонстрации И проплаченные или не проплаченные, ну, на эмоции их маргинальные люди, они пытаются причинить какой-то вред ЛГБТ-публике Почему такая агрессия? Ну, понятное дело, что мужчины-гомосексуалы вызывают на себя агрессию по одним причинам, женщинам по другим В основном это все завязано на тему продолжения рода и нации Ну и, опять же, хотя на самом деле гомосексуальность ни в коей мере не является каким-то преградой для того, чтобы заводить детей Причем их даже очень успешно воспитывать, но, тем не менее, эта карта у нас очень сильно разыгрывается Ну, россияне боятся исчезнуть Что же поделать? Это такая угроза нависла над россиянами С одной стороны Китай наступает, с другой стороны Америка И Россия исчезнет, если не будет придерживаться каких-то традиционных моделей поведения Ну, да Но есть люди, которые активно разыгрывают эту бодягу Согласно уравнению популяционной динамики математика аж 19 века Чем ближе численность популяции к своему максимуму, тем медленнее она растет Это и вовсе убывает, если ресурсов на всех не хватает Главные стратегии выживания популяции всего две Эта лаконичная простота не может не радовать Первое. Ар-стратегия Девиз «размножайся изо всех сил» Есть место, пища, свет, тепло – неважно Важно как можно быстрее и интенсивнее самокопироваться Официально эта печальная история именуется Популяционный взрыв, коллапс, стабилизация И эволюционно она не то, чтобы была слишком успешной Поэтому большинство животных растений, крупнее пуговиц на этой планете Придерживаются иной стратегии К К-стратегия рассчитана на то, чтобы популяция всегда сохраняла Оптимальную, близкую к максимальной численности Вот если на этой полянке могут прокормиться 4 кракозябра То на ней будут жить 4 кракозябра, не больше, не меньше Это разумно, удобно, гармонично Малочисленные детеныши кастратегов требуют очень долгого и трудного выращивания Кучи свободного времени и ресурсов И если родители произвели потомство в неподходящее время и в неподходящем месте То они затратят время и силу впустую, ибо детеныши все равно не выжив Каким же образом кастратегии сражаются с популяционным давлением? Для этого у них есть множество инструментов, например, таких Из самых популярных В дискуссиях, как мы видели, в просвещенном общественном фейсбуке Появлялось несколько мнений Кто-то говорил о том, что вот этот вот знак того, что будет укрепляться наоборот традиционная семья То есть люди, насмотревшись на такие примеры легализованные Они наоборот кинутся в полюс традиционной семьи сохранять Кто-то говорит о том, что нет, весь мир будет разрушен, переформатирован И уже сейчас видна тенденция, что падает, снижается количество именно зарегистрированных браков традиционных семей Есть какая-то тенденция кому-то верить или все-таки истинно где-то в другом месте? Семья укрепляться не будет Просто по той причине простой, да, что Ну, не люблю этого понятия модернизация, да Оно, по-моему, очень мало чего описывает Но дело не в этом Есть там устойчивая корреляция Чем более, ну, опять же, пройти не любви Модернизированное сообщество Тем хуже себя чувствует институт традиционной семьи, да Тем меньшее количество детей люди рожают Ну, опять же, есть там разные корреляции, разные поля, да Но, тем не менее, в целом это так То есть, поскольку советская модернизация была проведена в очень сжатые сроки Очень жесткими способами и крайне успешно Она привела, ну, к тотальной атомизации общества, в котором мы с вами живем Это общество, чтобы там не говорили про духовные скрепы, про какие-то там ценности и так далее Это общество тотальных одиночек Вот общество, в котором мы живем, да Где любые объединения, они носят там, ну, опять же, в массе, да Более-менее случайный, незавязанный, недолгосрочный проекты характер Вот, а поскольку семья – это немножко другая песня, да То вот как-то разговаривать в России об укреплении семьи Можно чего угодно делать, можно там Петра и Хавронию, да Пропагандировать, памятники ставить, да, праздники устраивать Подтягивать, там, светские праздники под православные, там, и делать некие миксы из этого всего, да Можно хороводами ходить, можно в бубен бить, да Можно камланиями заниматься, духов вызывать, все что угодно, да Но поскольку этот процесс запущен еще там в 30-е годы И вот такого осмоса социального, такой полной атомизации, да И поскольку он очень успешно осуществлен В общем-то, ну, ну, не знаю Во время паники в обозе пытаться спеть хором, да Это как-то не самая прагматичная стратегия, наверное, да Паника в обозах тотальных одиночек у нас наблюдается? Ну, я вижу О, есть повод устроить полемику А то мне казалось, что мы будем бурно друг с другом соглашаться Что касается болезненной темы рождения детей Знаете, где в Европе самый высокий процент рождаемости? В Исландии Там, где наиболее высокий прогресс достигнут всеми феминистическими институтами То есть женщина, заводя ребенка, во-первых, не ставит крест на своей карьере Не ставит крест на своем свободном времени и так далее Ну, то есть отсутствует та ограничительная черта Которая останавливает многих женщин из этого шага Ну и, как следствие, 2,2 Количество рождений в среднем на одну женщину в Исландии приходится Понятно, что Исландия — это 200 тысяч человек Европа, в смысле, я читаю Албанию, да? Это Албания в одном уголке, а Исландия, а страну? Нет, я географию представляю себе, но тоже Европа, да? Прошу прощения Но эта практика не распространяется пока на всю Европу Если там про скандинавские страны, мы еще можем что-то говорить Да, в скандинавских странах, прошу прощения, в скандинавских странах Наиболее глубоко проникают феминистические институты, собственно, государственные И поэтому там пока еще это не сказалось так явно на рождаемости Но, в общем-то, в Европе, на самом деле, с рождаемостью все хорошо Да? В России, если считать Россию европейской страной, можно сказать, хуже всех Несмотря на все скрепы У нас женщины даже для себя рожают Вот прям просто Если мужчины не хватает, как-то так, по всем данным То женщина склонна завести ребенка, так сказать, для души, для себя И чтобы было Ну, статистически, в общем-то, не очень склонна, если честно Активных child-free, наверное, эта тема, она тоже как-то в обществе Ну, активных child-free и в Англии, и в Исландии очень немного В общем-то Ну, да, в общем-то, там уже все достигнуто Зачем кому-то доказывать, что можно не заводить детей Это то же самое, что, ну, хочешь не чихать, но не чихай Не всегда получается Ну, и еще то, что тревожно обсуждать, это то, что, как мы проходили это с темой евреевка в поисках в обретении своей государственности государства И с афроамериканцами, которых сейчас так толерантно называют, которые боролись с равноправие Сейчас, скажем так, угнетаемое меньшинство, оно становится уже дискриминирующим Мы видим там различные примеры, когда из-за того, что какие-то организации отказываются гомосексуальные свадьбы, вечеринки проводить Наказываются именно эти организации Из-за России? Ну, это нет Как раз в свободной Европе и в Америке А так ли это? Может ли такое у нас ожидать, что скоро и анекдоты про геев будут считаться такими нетолерантными, запрещенными? И можно будет за проявление хоть любой подозрительной гомофобии как-то так быть осуждаемым? Вы знаете, в приличном обществе проявление любой нетолерантности – это повод для того, чтобы ты на человека посмотрел странно и подумал Либо что ты здесь делаешь, либо что он здесь делает Вне зависимости от того, на кого направлена эта нетолерантность Там выстраивать очередь из следующих кандидатов Мы сильно запоздали Люди сильно продвинутые говорят о правах минералов и бактерий Животные – это пройденный этап уже В смысле, те, которые теплокровные и так далее Есть борьба за права животных, веганство и прочие дела Если искать кандидатов на унитаемые меньшинства или большинства Есть куча народа, которые увлечены этим занимаются, получают под это дело гранты Научный журнал выпускает и прочее Ну почему же нет-то? У человека это совершенно нормальная стратегия То есть одна из стратегий самоидентификации – это поиск другого Это неизбежно Дальше речь уже только о том, в каких режимах он будет осуществлять и отпустили к другому То есть насколько это другое, будет приемлем или неприемлем Для части общества? Для каждого человека лично Потому что я не понимаю, что такое части общества Потому что если я представитель части общества, называемый, не знаю, профессор Косприпавельский состав То есть большое количество людей из этой части общества, которым я руки бы не подал Это как бы делает меня частью того же общества, что и я думаю, что нет Тут как бы человеческую систему отношений каждый выстраивает сам для себя И ответственный за это он тоже бьет на себя сам В общем-то, да Поэтому как-то там социологические исследования проводить – это очень увлекательное, интересное дело Но, в общем-то, давайте говорить про индивидуальный выбор каждого И тогда все будет проще Судя по реакции, которую мы наблюдаем в социальных сетях То есть наше общество, оно как-то отличается от того мирового сообщества, которое так радостно восприняло эту тему У нас, наоборот, как-то все темные стороны ЛГБТ-темы пытаются открывать глаза как раз и президенты, и все наши депутаты Зачем им нужно... А какие темные стороны ЛГБТ-темы? Ну, то, что у нас... Феоретная часть спектра Темная часть спектра – это то, что у нас периодически звучит Что если гомосексуал, то это равно, это сразу там приписывается порог педофилии То есть так вот зомбируется общество, что надо воспринимать ЛГБТ как заодно обидчиков сразу детей, которых у нас всячески защищают Зачем? Да лучше бы детей защищали от родителей чаще всего, да? То у нас, по-моему... Семья – это самое опасное место для детей Потому что семейное насилие в России – это вещь, гораздо более угрожающая национальному будущему По количеству не то, что там смертности детской, а и травматических каких-то случаях Да, просто настолько коверкающая личность и психику детей, что никакие педофилы, если они даже в банду собьются По степени разрушительных действий Да, как простые обычные люди, которые просто там пивко вечером потягивают перед телевизором И время от времени там лупцуют своего отрока, чтобы он не путался под ногами, да? Ну, на самом деле, конечно, криминализация какой-то группы людей абсолютно искусственная Она увлечет полную криминализацию этой группы Ну, потому что, если человек понимает, что его увлечет к людям своего пола Он понимает, что терять ему нечего, в принципе, можно уже дальше попробовать наркотики, что-нибудь украсть Ну, потому что, ну, какая разница, уже все, конченый человек Поэтому, в общем-то, в США тоже эта картина наблюдалась и по социологическим исследованиям И по художественным произведениям мы все это очень хорошо знаем Вот тот же самый Берроуз, он, в общем-то, об этом как раз рассказывал То есть мы идем на каком-то расстоянии все равно от Америки? Ну, что ж поделать Это 50 лет? 25? 100? Ну, это если принимать за данность, что мы все идем одной и той же дорогой И там по одному и тому же набитому траку, да, то да Но вот я думаю, что не политическим элитам в этой стране так не кажется, да Мы свой путь ищем, да А не вот мне так не кажется, хотя я от политических элит этой страны очень далеко Конечно, человек животный Человек, который считает, что это не так глупое животное И, соответственно, все эти эволюционные механизмы неизбежно встроены и в нас Как бы мы ни делали вид, что наш могучий интеллект и наша возвышенная душа способны задавить неизменную природу нашей плоти Поэтому мы строго придерживаемся К-стратегии В древности в случае перенаселенности мы убивали лишние потомства, принося детей в жертву Или обрекая младенцев на смерть в результате сознательного небрежного ухода В более цивилизованную эпоху мы делаем аборты, пользуемся контрацепцией Поощряем институты монашества и стародевичества Накладываем жесткие ограничения на желающих стать родителями в перенаселенных зонах И да-да, гомосексуализм тоже эффективно работает на пользу К-стратегии Мы живем крупными группами, спим все вместе на одном дереве, безостановочно чирикаем друг с другом И нашему популяционному счетчику приходится учитывать много тонких моментов Наша биологическая я сидит с кучей технической документацией и придирчиво фиксирует сотни разных параметров Большинство жителей современных мегаполисов живут со счетчиком перенаселенности, давно достигшим самой красной из возможных отметок Житель Москвы может умом понимать, что Россия не самая населенная страна в мире и что с демографией у нас швах Но стоя каждый день в пробках, толкаясь в метро, живя в огромном здании на сотни квартир, он чувствует перенаселение И в мегаполисе неизбежно будет рождаться много гомосексуалов А деревня традиционно будет изумляться развращенным нравом всяких вавилонов и римов, где мужчины лежат с мужчинами, а женщины с женщинами Конечно, интересы К-стратегии часто шли вразрез с механическими интересами племени, рода или государства Когда племени нужны воины для изничтожения другого племени, когда семье нужны землепашцы и погонщики-кобылиц, политикам нужны избиратели, а жрецам адепты их религии, то очень хочется наступить на горло своей биологии А пока человечество занимается тем, что осторожно ввинчивает новые требования К-стратегии в наши древние этические нормы Когда качество населения становится в сотни раз важнее его количества, вот тогда можно начинать взирать на гомосексуалов с взглядом вполне милостивым, так как в перенаселенном мире от гомосексуалов сплошная польза Что касается России и страны с серьезными демографическими проблемами, то у нас все обстоит еще сложнее Развивать пустые территории, прокладывать дороги, строить дома, обеспечивать отопление зданий, что в северных регионах летает в огромную копеищу Проводить газ и воду, создавать дорогостоящую инфраструктуру пригородов, рабочие места, детские сады, клиники и так далее мы пока не оторопимся Но зато мы усиленно сражаемся с гомосексуалами, которых становится все больше, разумеется, из-за дворного влияния Запада, а не из-за того, что остатки провинциальной России съезжаются в 15 крупнейших городов, превращая их в рубанистический популяционный кошмар А потому что правила жизни 89% правильных россиян родиться, позитивно стабильно отметиться в социологическом опросе и умереть, желательно раньше пенсии Государство такому россиянину может предложить только задержанные бомбардировки продовольственных складов заморской еды и условного Воронежа, на которую у народа, к счастью, и так денег нет А в стране с такими гражданами вынужден работать только президент Путин, одновременно во многих уголках, как частица и волна Новости импортозамещения, как они есть, выглядят так, будто и самые пламенные патриоты ненавидят все русское А для четких мероприятий не полясь используют постсимулякры Модели, как попилить и выдать за свое Ну а оттепель сегодня, это когда коммунистам разрешают провести референдум о возвращении Дзержинского на Лубянку Всех же талантливых людей, способных к созданию своего, отличного других продукта, по Путину высасывают пылесосом газдеповских грантов еще из школ Ничто, это тот аромат, с которым мы будем жить в ближайшие годы Неизбывная она, какая-то любовь наша к палачам нашим, вечно в глубине клеит и от легкого кремского бриза свежим огоньком занимается Как у нас говорится, что, и об этом тоже в Фейсбуке все призывают, долг просвещенной общественности как раз нести в массы это просвещение Мы как раз еще втайне пригласили вас в преддверии интересного события, которое состоится вот-вот прям скоро Сразу после нашей программы, буквально выхода в эфир, это первое чтение С одной стороны, был повод, так сказать, повод, это открытая лекция, да, про человека советского Где мы как-то там были как раз наметки даны на то, чтобы понять, что это со фигура, узнать себя в этом человеке На первых чтениях это будет тема продолжаться Да, конечно, потому что в этом году тематическое расширение «Человек как проект» и самое большое количество докладов, которые стоят на третье число На пятницу, они как раз по советской тематике Так что то, что было в открытой середине, да, это продолжится Вот, а если возвращаться от будущих первых чтений к теме сегодняшнего разговора, да, вот как раз Прошлые наши первые, они вот вылились в книжку, куда ее показывать? Да, вот прям Вот так вот прям показывают, да? Любовь Любовь и прочие маргиналии, все это называется Вот Ну вот, собственно В Саратове ее можно найти у Ивана Соловьева в магазинчике «Аксюмора» на проспекте Я туда уже забросил некоторое количество экземпляров Так что, если кому охота не только в Фейсбуке заниматься обсуждением этой темы Этой темы? Да, материалы есть А долг средств массовой информации, телевизии, средств СМИ, он заключается в просвещении? Долг, долги у средств массовой информации есть финансовые и есть перед теми, кто их там содержит, да Коммерческие Ну, коммерческие или политические и прочее, да Я вот крайне пессимистически отношусь ко всяким понятиям типа этика журналиста и все такое прочее, да Смешные слова точнее Аксюморное сочетание этика и журналист То есть, может быть, там в какие-нибудь либерально-консервативные времена, типа 19-го века, где там поле было достаточно четко поляризованное и идеологически выстроено Это и могло иметь какой-то смысл, да, вот как-то в современном мире большие сомнения Поэтому, что должна делать журналистика, что должны делать средства массовой информации, кому они должны, да Это совершенно другие функции в этой среде, на мой взгляд, да Никого не хочу обидеть, да Так тема любви спасет наше общество? Нет, конечно, похоронят окончательно Аморгиналии? Вот они все высунули, в конечном счете То есть, мы заморгиналии На такой, собственно, оптимистичной, как всегда, ноте Мы пожелаем дорогим нашим интернет-тв зрителям непременно сходить на первое чтение И если вдруг чего где-то отсутствуете, опять же, в просвещенных Европах или непросвещенных То постарайтесь, возможно, найти книгу и познакомиться с темой И выход этот в экстремистской самотяге к знаниям Искусственно увернувшись в беседе от пропаганды и экстремизма Сегодняшний выпуск программы прощается с вами до следующей недели Смотрите нас каждую среду сразу после прямого эфира открытого канала Или в любое удобное для вас время на нашем сайте Спонсор программы – компания «Электроцентр-Наладка»